очень доброе утро на сейчас 10 с чем-то я проснулся в 9 хотя у нас ребят на самом деле дождь вот и в чем приводит вчера короче было написано то что курьер уже в пути на самом деле испугалась как он может быть путем 4 9 утра и раз мне повезло что я стала в 9 вот мы сейчас посмотрела следил заказ его либо чуть только из ярославля потому что все эти покупки они из ярославля в общем ждем сегодня будет два товара вот и я в ожидании самом деле сейчас буду есть такие бутерброды с маслом вот и чай да у нас вчера был просто дождь потому что он тупо стучал по карнизу очень сильно я не могла уснуть практически вот и в общем такие вот дела вообще ребят я вам покажу первую распаковку ко мне должно еще прийти два товара то считайте здесь два и еще два товара но это придет короче 13 или 17 куча я там не поняла я вообще в шоке ребят в этот раз меня сфоткали типа чтобы если чего чтобы ну не было никаких обманов то что заказ пришел и сейчас значит у них были ребят какие-то обманки первый раз такое так нельзя еще начать ну давайте начнем с этой сейчас ребят откроем посмотрим вот моя форма она большая ребят я надеюсь что она все таки ребят влезет мою она конечно классная 26 на 7 тут написано хотя здесь написано что на 8 а на 7 на 7 на 7 вот такая ребят форма разъемная разъемная видите антипригарная вот здесь как-то так делаешь и на как бы видите и она закрепилась будем ее пробовать такую форму она стоила наверное 400 рублей я очень сильно ее хотелось это ребят самая недорогая форму которую не нашла по сравнению с другими которые были за тысячу за полторы и на все ребят очень понравилось маленькую теперь маленькую то у нас ребят длинная сколоза она вообще ребят стоила на рублей 200 или 300 потому что ну напрягу дорогую она конечно не антипригарная но вообще без разницы вот такая ребят она малюсенькая очень кстати очень маленькая мне казалось что она будет побольше но это все таки она блинная поэтому она для блинов нет хотя ребят она антипригарная там говорили что она вроде как бывает прилипает но я все равно всегда масло не было поэтому и сама вот скоро да вот так она видите выполнена такая ручка вот видите вот так она на самом деле ребят маленькая вот она где-то вот с ладошку поэтому если вы допустим будете такую заказывать то сами смотрите потому что она реально длинная она маленькая потому что мама заказывала побольше всегда не заказывала покупала но я это заказала вот 18 сантиметров она так вообще ребят вот пока вот сколько пришло в общем ребят решила сейчас я померить эту форму и знаете в чем прикол ребят она прямо впритык прямо к стеклу представляете прямо впритык посмотрите сколько она места там занимает такая бандура это это просто какая ценноральная большая но блин я говорила маме давайте повозьмем поменьше она мне говорила типа нет кристин типа надо чтобы торт был похож на торт типа не на маленький какой-то там кусочек типа вот и смотрите видите она стукается об стекло в общем она впритык ну ничего страшного я так думаю ничего страшного наверное привыкнется ребят привыкнется и я посмотрю ну торты без выпечки вот без выпечки сюда очень потому что смотрите какая форма она вообще большущая сковородочка это вообще малюсенькая мне лично ребят все понравилось вот это все с мылом отмыла сейчас уберу это все и все в общем ребят я не думала что начну сегодня делать блины я не могла именно снимать как я их делаю потому что телефон был разряжен я в шоке от этой сковороды она вообще идеальная у нее антипригарное покрытие то есть никакое масло вообще не льете она прямо идеально да она маленькая но они ребят похожи как на такие мини панкейки ну не мини даже а средний размер панкейков и они на самом деле очень вкусно получаются кстати есть никакого добавления масла вообще нету то есть она просто сама вот так хоп и все как бы понимаете вот у меня просто не было такой сковороды поэтому хочу вам сказать то что она идеальная но на самом деле маленькая но это ничего страшного в этом нет она подходит также для рецептов наверное блинных тортов вот потому что очень сильно мало теста и много получается блин потому что расход идет маленький вот и мне кажется это вообще кайф и быстро кстати она делает их вот то есть расход идет маленький я сейчас вам покажу вот где-то вот ну может быть вот столечко даже наверное этого будет многовато вот здесь оробленов уже ребят наверное так я бы сказала может быть одиннадцать или двенадцать уже вот чтобы он был хоть чуточку видно на самом деле там майка вот и они конечно сделаны по-дулацки слегка но по мнению их удобно они как вы знаете как домашний стиль поэтому шокий с плечем готов они получателевать идеально аккуратные и идеально прожаристого цвета прямо одинаково прямо одинаково disappeared внутри мне ведь курьер-то сфоткал Я думаю, можно эту фотографию забрать себе и просто на главную прикрепить. Я имею в виду на заставку видео. Типа я получила посылочку, доставочку свою. Я прям, ребят, вообще просто обожаю этот блины вот так откидать. Не знаю, у меня, конечно, не так получается, но... Дай мне показаться, да. Меня не видят. А ты включена у тебя? А я? У меня невзирая не заставка. А если я исполчу? Это и проблема. Я тоже уже наточена. Ну, как я посмешу все. Нет, ты делай именно, чтобы наточена была. Ребята, смертельный номер. Впервые в жизни. Let's go. Мое имя из перископа. Переворачивает блин в воздухе. А ты даже одно делай-то, а не двумя. Тебя двумя. У меня другое. Я уже не смогу, да. вот так и профессионализм не пропьюши талант талант не пропьюши понятно вообще ребят будем пробовать наши блинчики такие то не получились могу сказать то что они делают ребят достаточно быстро не занимают так много времени на сен будет такая реклама да я просто говорю как есть честно вот попробуем сейчас блинчик я хочу те которые уже пропитались и всеми влагами уже прям чуть мягкие убить блин 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 очень вкусно потому что у меня все были не антипригарные мне приходилось время поливать ну подсолнечным маслом да как бы смазывать чтобы блин не прилипал а тут читайте нет вообще только в тесте за счет теста то что там все как бы тоже не хватает там варенье или вы щелочки но это очень вкусно в общем ребят думаю что мне завтра купить и приобрести для торта я буду и хочу сделать торт а молочный торт молоко как-то так называется но я не буду покупать сливки 30 процентов потому что во первых я здесь не найду уже я буду поблизости и я не этот но не буду тратить пока потому что 30 процентные точнее 35 даже процентов дорогие сливки их лучше заказать уж отдельно и вот сливки 20 процентов я буду делать другой крем вот я просто именно недостающие потому что ребята я вам еще раз повторяю что муки мне предостаточно поэтому это то что мне надо завтра будет приобрести вот его я надо мне попробовать найти сливки 20 процентов за я в дом еды поеду там наверное будет а потому что такой элитный магазинчик а вот и думаю что еще взять не знаю вообще ребят у нас уже сейчас вечер и я полюбила сырки от александров они ведь очень сильно дорогие меня редко себе позволяю потому что не могу у них очень качественный шоколад похож такой как на киндер вот я покупаю все время только вот с белой начинкой вот кто-нибудь из вас пробовал такие сырки они прям вообще ребят реально божественные в общем ребят всем доброе утро вроде бы да да 10 40 очень всем доброе утро ко мне сегодня яндекс маркет должны привезти сахарницу ребят вы будете просто наверное в шоке если вдруг меня смотрят какие-нибудь девушки женщины да потому что мы любим посуду и поэтому я хочу мне показать на ребят найти расписано так вот как в девятнадцатом или двадцатом в 19 веке такая она знаете интересная роспись и научить очень сильно красивая кому-то она ребят подходит для варенья кому-то она подходит для сахара месяц на для сахара меня никого времени ну так часто нет я его сама не делаю поэтому вот я хочу показать покупочки я сегодня ребят хотела поехать магазин думая что куплю что-то по списку вот но я короче так подумала что я реально сегодня никуда не пойду потому что у нас за окном был дождь вот а мы хотели утром поехать вот а там дождь холодная погода я не решилась в общем сейчас вам покажу что из этого здесь есть мир уже видите этот сырок александров ребят извините но блин я его что-то вообще полюбила но не очень дорогие есть разными вкусами но всем нравится только лишь один я его тоже покупаю другие я не пробовала еще в общем помидоры сливовидные томаты далее кошкам баночка я вам говорила что они их теперь только стали опять есть хотя у них тоже была какая-то хрень и их перестали я не знаю мне кажется что сейчас вискосы и все остальное ребят стали как-то делать некачественно вот они зачастую едят рыбу моим рыбу покупаем вот сколько рыбы далее на зеленый горошек это у нас сыр майонез кабачки вот ребят на что мы перешли наш любимый какао напиток хотя мама начала короче гнать то что типа я не хочу это невкусно я хочу типа тот который у нас здесь лежал ребят но она просто с ешками да и здесь наверное не все так идеально но просто там ширина сешками было поэтому было слишком вкусно поэтому естественно лично мне она шла как и с молоком так и с водой обычной отец водой вообще не очень александров я хочу его за впечатлить да потому что так красиво выполнен это нормально ребят вот кошкам рыба мы покупаемся до мента им но на кайну если так что-то путасо не просто путасо нас не едят практически только мента этот варной вот ну и так ребят совсем чуть-чуть и я не знаю на самом деле хотела хотя бы заказать что-то потому что я хочу найти у меня такой бизик если я купила форму я должна сразу же ее пробовать типа ну блин я не знаю что мне делать потому что я боюсь что ну как бы наживите ребят впритык идет к стеклу хотя в этой духовке всегда нагревается стекло очень сильно нагревается стекло поэтому я не вижу смысла тем более здесь есть такие дырочки через которых пар выходит как бы ну помимо того что здесь и здесь тоже чтобы может быть я не знаю чтобы стекло там ничего вот и мне кажется ничего страшного она не очень сильно ребят ну вот не скажу что прям найти машину ее невозможно закрыть да она она был так вот было я понимаю да это все это уже карантин но она же закрывает ее плотно поэтому мне кажется что все в принципе то неплохо хочу я сетка не дачу есть мама делает я вообще мы ребят проснулись 7 утра подумали можно все таки съездить там по делам и все потом мы передумали тушу дождь был и я ошиблюсь уснула и все короче такие ребят дела кстати ребят я сменила заставку как видите на другой влог все дано другой влог как вы видите вот чуть-чуть потому что в общем я решила слегка почистить память телефона и оказалось то что я удалила те видео и которые у меня же они сохранены от идет кусочки которые я вставляю сюда для редактирования и короче пусть нечаянно удалила я потом скачал эту программу там естественно все сразу же сохраняется вот не решила переделать на что-то такое интересное я сам покажу посмотрите какая вкуснятка вы не представляете ребят какой запах найти как будто пицца какая-то там сыр потом кабачки наверное яйцо мука и как видите украшение этой помидорки это ребят просто сногсшибательный вкус мы ставили на 30 минут ой и все уже это просто ребят сногсшибательный реально прямо захотелось сделать пиццу мне прямо очень сильно ребят реально настолько ребят сыра ушло на это капец наверно половина сыра сразу же моментально вот такая ребят вкусная запеканочка блин аромат просто ребят капец в общем ребят я думала то что я буду первая по заказу нет ребят очень много доставок я слежу за курьером где он это ужас на самом деле он все туда-сюда туда-сюда и короче сказали то что через полтора часа ко мне приедут вот я как раз делаю пиццу потому что я не удержалась затейка очень хорошие помидоры потому что они легко режутся на тонкие слайсы прям видите вот эти к очень вкусные сладкие вот и сыра прямо достаточно я делала ребят мало теста и ложила очень мало как он называется господи дрожжей очень мало жила я уже третий раз ребят обминаю вот чтобы он ведь он там вообще мягкий мягкий тут у нас попала что-то грязь какая-то вот но опять это тесто ребят без муки она без муки вот такой я ему не хочу найти вот досюда поднимать до сюда потому что она будет подниматься ну как из как долго а мы делаем не пироги всего лишь поэтому я думаю то что вот этого даже предостаточно вот это жила вообще мало я даже не высокая азата уже ну на глаз сложу дрожжей сейчас уже поняла что надо их меньше ложить и я ложу может быть меньше чайной ложки может быть максимум две-три щепотки вот вай она прямо горячая охренеть а с чего интересно и нагреваться если пар идет там ужас а тесто все равно здесь ребят холодная жопа ладно сейчас короче начнем делать в общем вот так вот ребят я оделась а уже давно блин потому что думал что ко мне уже едут это казалось не та машина вот и кручу ужас так как у меня ребят нет противника не его испугали я буду делать вот в этой штучке до противника я не могу пока найти именно который я хочу чтобы прямо подходил под мою так скажем духовку и не мог к сожалению я даже боюсь за ней трогаться она конечно ребят идеально нагревается как кипяток вообще вот я приготовила уже досочку так возьмем чуть-чуть муки если у меня уже ребят мука заканчивается я короче нашла и уже опять из-за заказов то что я заказывала уже ранее вот на себе еще раз картинку я добавила потому что и раскупают шутерят очень сильно удобно так я уже буду трогать лишь нас не абсолютно обычно тесно там всякого донатитом добавление оливкова танца кого масса чтобы там эти комплектницы саня просто обычно и чисто для себя как это естественно ничего такого сверхъестественного нет но я просто не захочу попробовать сделать пиццу уже в этой духовочке я в принципе не знала поэтому если я просто знаете вот блин все время очень классно заказывать все товары ожидать их просто не выносим потому что боишься блин что-то право рванить что-то это так а а а а Продолжение следует... Я, к сожалению, ребят, натеряла скребок. Да, и жалко очень, потому что у нас здесь из Китая скребки, так как, да, ну, в Озоне или в Яндекс.Маркет очень сильно набивают цену. 130 или 200 рублей здесь какой-то скребок. Хотя в шоу у него продается всего за 50 рублей. Да, я, короче, просто просрала. К сожалению, я не знаю, я всё обыскала, но не могу никак найти. Вот такая, ребят, хрень. Блин, у меня просто много получается, опять же, теста, хотя я делала это, в принципе, это мало. Реально мало делала. То есть оно ещё поднимается, оно, конечно, у меня прям не идеально поднялось, всё-таки какие-то для пиццы. Поэтому, типа, зачем я так считаю. О, оп, оп. Так. О, я всегда, ребята. Заранее, блин, всё подготавливаю. И куртку, и одежду, и всё заранее, блин. А потом жду их где-то по 5 часов. Капец. Просто в Яндекс.Маркет, ребят, удобно, да, может, ну, типа, у нас же есть здесь такие же товары. Но я не знаю почему, но Яндекс.Маркет очень удобно, мне лично очень нравится. Так, нам ещё памятники муки. Может, здесь получится 2 пиццы, я не знаю даже. Так. 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 Мне просто, считайте, духовка такая маленькая. Мне нужен, например, специальный противень. Я посчитала тут противень, он у меня вроде 30 на 26 или что-то такое. В общем, а таких противней очень, ребят, сложно найти, потому что все противни идут на большие духовки. Естественно, там, 43 сантиметра, там, на сколько-то там. И, короче, это тяжело. Вот. Я её очень наберегла, в принципе, она так получилась нечаянно, как видите. В принципе, я могу сказать, ребят, что я испортила мамину тёпку. И она мне говорила, что я ей купила её. Вот. Поэтому у нас 1-1. Она мне испортила, я ей испортила. Вот. Прям большая получается. У меня не такая. Видите? Прям какой круг получается. У меня это не такая прям большая, эта форма. Ну, блин. Я ей ничего не знаю. Сейчас как-нибудь её поместим. И всё. Да, мне прям, ребят, очень нравится работать с тестом. Я прям какой-то такой релакс получаю. Особенно когда хочу реально готовить что-то. Когда я не хочу, и я просто там, ну, без исходности, например, хочется что-то сладенького, я лично делать. Там я уже такая. Но не хочется, типа, меня делать. А когда ты хочешь, то ты прямо очень долго с этим возишься. Ты прямо это очень нравится. Я, конечно, раскатала, это капец, ребят. Огромнейший круг, который у меня сюда не войдёт в такую мисочку. Ну, 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 ну. Сейчас хочу, чтобы вы смотреть. Будем лишнему обрезать. Видите, какая она получится. Тут я не знаю, сколько будет пиз. Наверное, дверь и выйдет. Хотя тут у меня тоже большой. Ну, ладно. Кстати-ка, если, ну, я всё-таки побаивалась слегка делать в новой форме торт именно тут, то я, ну, точнее, даже коржемлю тушу сам торт. И, я думаю, может, мне всё-таки в духовке испечь. Вот. И там всё равно же нужно пергамент вложить. То есть, как бы это, наверное, не сразу было. Надо ещё пергамент купить. Потому что, ну, как эта духовка появилась, я вообще о пергаменте забыла. Потому что там, ну, нельзя вообще в этой духовке, чтобы был пергамент, там что-то такое. Потому что, ну, не знаю. Типа нельзя. Вот. Но. Уже такие, ребят, дела. Я, как бы, не знаю, просто в ней, в этой духовке, ребят, всё, просто всё очень антипригарное. Они, ну, в ней просто всё антипригарное. Даже вот эти вот края. Всё-всё-всё антипригарное. У вас сегодня, ребят, просто день каких-то доставок. Реально. У вас сегодня целый день. То диблили этот клуб ходит, как он там, из кафешек, который. То ещё кто-то к нам тут приходил тоже в подъезд. Наверное, доставка из еды. В общем, вообще просто очень много сегодня доставок. Я не знаю, блин, я в этой посудине ещё не готовила пиццу, поэтому он задержка, как вот здесь правильно-то сделать. Сейчас, конечно, нет, нету блин сливочного масла, чтобы всё смазывать. Я просто забыла, когда делала тесто. Ну, вот так, уж ладно. Что получится, то и получится. Наверное, новый пицц выйдет. Я не знаю, сколько, но, наверное, многовато. Дороговато. А может, и нет. Я, в принципе, не рассчитываю никогда, сколько получается тесто, сколько я и делаю. Так, сейчас нам нужен майонез. Так как я очень часто с тестом ввожусь, не прямо хочется уже купить себе этот спартук. Реально. У меня ещё мало, ребят, кисточек для смазанных. У меня только лишь для белков. Один. Мне хочется ещё вот приобрести, чтобы для, ну, смазывать эти вот майонез там. Или просто что-то ещё. Это даже не то, что, ребят, пицца. Потому что у меня нету колбасы. Это такая что-то мини. Что-то мини. Из того, что есть. Так. Так. Что-нибудь такое потоньше сюда. Вот так. Типа что-то вот так. Вот так. Сыра не жалеем, ребят. Я не жалею не буду сыра. Так. Такие маленькие пиццы будут. Потому что большие здесь, но нет. Даже ещё шутка я были. Ну, тогда, не знаю, может яичком смазывать. Я вообще, ребят, понравилось с яйцом смазывать. Раньше этого никогда не делал, потому что они только засушивали, а тут-то нет. Вот оно получилось для нас. Нормально. Абсолютно. Письмо. Релакс. Я люблю, знаете, из викиниц, когда они так разбиваются. Вот ряд меня такая вот кисточка. Она, короче, на эту слегка испортилась из-за того, что я кое-что-нибудь то сделала. Сейчас веничком сделаем. Дальше классно ещё есть любое молоко. Вот, не без молока. не нравится ребят домашняя лодочка особенно магазинная но я имею ввиду например как горячая штучка наш венчик купал у нас готова вкуснятка такая мини сейчас мы будем ребят выжить я слушаю музыку постоянно поэтому не было тишинами на трансляции 80 не знаю сколько поставим это поставим на 20 минут а дальше мы посмотрим вот ребят пока видите сыр запекается и запах прямо классный вообще суперский в общем сейчас будем открывать я целый день ребят ждала тупо сахарницу в общем сейчас ребят я открываю вот у ребят такие такая упаковочка которые я люблю лопать так как интересно ребят красиво упаковочка смотрите оформлено с цветочками розочками сейчас ребят я открою охренеть ребят тут еще ложечку вот так она там просто замечательная сногсшибательная сахарница 80 как она так выполнена говорю как это интересно тут такая чашка точная крышка такая вот сама так и посмотрим ложечку поэтому она и была оформлена коробка розочками потому что она такая ведь как такая домская аккуратная женственная такая тихо вот ложечка просто сногсшибательная то есть вот здесь так ложечку как по-другому так классно сейчас ее вымоем и все прямо смотрится на очень красиво сахарница с ложкой мадемуазель кики вот я уже ем ребят пиццу пока у меня остальная запекается часть такая хрустящая получилась вот потому что возможно я от теста мало дала им подержать я съем он такая хрустящая получилась особенно корочка очень хрустящая у меня еще ребят столько у теста осталось сахарницу я вымола вот и вот и вот короче это уже ребят вторая пицца первую я съела это 2 и вот 3 делается в общем вот ребят мы положили туда уже сахар вот очень удобно здесь могут попадаться ребят разные группинки потому что мама какао блин смешала чуточку вот так увидите идеально прям так берешь и очень удобно культурно изысканно вообще ребят если кто-то хочет покупать особенно если в подарок кому туда в подарок мне кажется что-то приятная вещь прям очень красивая вот видите какие здесь цветочки прямо ну прямо очень красиво реально это пицца прямо ребят у меня как пирог получился реально просто как пирог помидоры любят просто идеальная рано для это пить промочке идеально потому что вкус такой прям вообще превосходный меня вообще ребят только две пиццы получили две получились идеально а одна сукая вот эти вот пицца получили прямо очень мягкими очень реально сейчас правители уехали по делам блин я так поставила камеру сейчас я как будто какая-то такая ну в общем это просто ребят ракурс такой чтобы вам было видно шкаф в общем родители уехали по делам и по идее они хотели меня взять с собой но им надо было чуть-чуть торопиться а я знаете привыкла что я встаю с музыкой аккуратно там долго делаю себе уход типа ну как просыпаюсь и в общем я так сказал иметь изменение и хочу за него я хотела но ладно я все равно давно не надолго я пока решили это мучка потому что он для нас пылица постоянно купа от одежды особенно вам будет видно я же ребят покупала вот эти вот вешалки они одноразовые короче отпили груза одежды у меня несколько таких вешалок тупо сломалось что это пластик там уже только по одной одежде вот кстати я не одевала блин вообще ни разу реально я думала что знаете типа осень опуши теплая осень или весна с колготками и типа с черным с кожаной курткой и все типа я потопала но нет блин так ведь я ее погладила и нами так и осталось вот это с василька ну наверное помните его с дня рождения прошли я здесь сколько бы не прибирала блин здесь все равно да и блин все не так в общем не так аккуратно наверху ребят тряпки одни потому что я короче вверх мою ну наверное не каждый день естественно раз в месяц или раз два месяца я мой верх шкафа потому что там столько полюска пленится что 3 5 просто ужас реально будет очень я приготовила ребят я все летние все летнюю одежду брала назад и зимнюю а весеннюю осеннюю короче вот сюда перетащила особенно вот в этих ячейках маленьких скапливается приходится брать короче зубочистку все это протирать я зависима от бурки я проснулась сейчас только там себе уход сделала сразу начала подлетать убирает пока я думаю что я сейчас все равно не придут и пыли дальше будет потому что короче я им предложила чтобы был коврик на этом как его в коридоре был коврик но не против даже у нас кошка и код как бы они могут нассать потому что они любят там стороннюю вещь там лежали что мне там мешало вот они могут нассать туда и типа дверь будет плохо открываться и типа но они к это очень не привыкли потому что мне приходится каждый день убирать песок подметать песок в коридоре так как он скапливается вообще моментально вроде как я из сапоги но низ сапогов короче подошву обмываю от тряпку себе стопу я просто лучше так обрабатывать лучше буду всегда будет чисто и я всегда будет там мы просто тряпкой проводить еще плюс все уже в течение дня я все равно часто занимаюсь горкой просто очень часто обратите внимание у нас теперь здесь не халва а вот такие алкогольные наши любимые конфеты с ликерчиком да чуть-чуть чуть-чуть можно я конечно сейчас всех не ем потому что я не знаю короче мне не очень сильно нравится алкоголь и это повторяюсь вот мама просто для себя взяла вот но я короче могу сказать то что я их не употребляю то что можете не переживать вот я их раньше употребляла очень много я не знаю просто с чем сейчас начать или с какао или с чая вообще нет нет а какао тоже как бы не очень это и нравится потому что она ребят все-таки но без красителей без всего просто как какао вот сколько чая текс нас короче еще кошкам рыба лежит вот у меня будет ребят влог получается длинный но не страшно да иногда можно себе и длинный влог сделать по это у меня столько ребят осталось от пиццы не и все съели короче ладно тогда я ребят не знаю я хочу пельмени прямо они прямо вообще настроение поднимают реально я хочу себе пельмени катика я воду ребят не на не наливаю вот здесь потому что она здесь ребят ну здесь не стоит фильтр я никогда себе здесь воды не наливая наливаю ванна то что фильтр стоит чем пока как бы было почистее вода и все у нас еще ребят нету чайника вот это вот наш чайник до кастрюля но я могу сказать речь это так удобно что так привыкла что не хочу сегодня их чайника знаете почему потому что все чайники китай даже если там не написано китая россия да то ты все равно по фактически китай который пахнет я не хочу пока тратить деньги и просто пользуюсь и пока кастрюли если придет время окей от не зря я щас чай себе сделала посмотрите что мне купили мне купили вот такую вкусняточку какую-то странную интересное и еще какой-то такой тортик офигеть я прямо угадала ребят с чаем посмотрите какая-то интересная консистенция здесь вот с полу жару вот ребят еще такой студень это интересно что или все-таки какое-то интересное в общем ребят для того штука этот шоколад он апельсин это наверное горький шоколад но это вот апельсин ребят или азате вот я даже не могу понять тут какие-то как это слоеное что-то слоеное ребят это настолько воздушно и вкусно а вы знаете как делают этот наполеон домашних условиях по то же самое здесь очень вкусно она ребят достаточно сладенькая я уже наелась и вот но это вот когда же не знаю сказать печенье такое есть и когда им домашних условиях вы выкладываете делаете заварной крем получается торт наполеон так у домашних условиях как бы но быстрый вот именно вот такой же вкус прямо в точности потому что я такое делала уже и прямо вообще мне понравились вот эти вот это вот штучечка она прям нате как вот апельсин апельсин реально здесь на ароматизатор понятно но сделан он как апельсин такой очень интересно ребят сделано я честно уже наелась потому что я ем то как бы потихонечку все как утретут резко блин привозит я прям вообще теряюсь я не очень как бы сразу 5 проходит очень я наелась можете потом еще этот ну съем точнее его и вот еще такой тортик я просто не думаю что не в горячую штучку по так то бы я поехала с ними мне нужны были бы ингредиенты ну в общем все понятно ладно ничего страшного вот ребят посмотрите это мама покупала у бабушек это свои яблоки чтобы понимали то свои яблоки и кабачки прямо как у нас раньше на даче охренеется охренеет там и витаминчиками запасемся и огурчики классно столько они взяли есть такое красненькое просто супер